Время отца и сына и святаго духа. Сегодня мы слышали два Евангелия. Ну, первое, уже о Матаре и Фарисее. И вчера вечером, и сегодня, повторяли, пели уже покаяние отверзлыми дверями. О чем говорит? Что через месяц будет Великий Пост. Так что пора уже готовиться. Пора. Но еще месяц есть. Еще месяц, может, что-то есть и все остальное. Особенно на следующей неделе. Спасная будет. Ну, дело не будет. Сегодня Евангелие опять подготавливает нас к посту о Матаре и Фарисее. И как два человека зашли помолиться, и один такой ортодокс. Спасибо тебе, Господи, или слава тебе, Господи, что вот я такой верующий, такой висостоящий. Я пощусь, я молюсь, я все выполняю, я десятину приношу. Правда, Господь их критиковал, что десятину приносят не от хлеба там или там еще чего-то, а от мяты и от пруты. Ну, то, что на тебе Боже, что дам мне Боже. Но не важно, десятина. Спасибо тебе, Господи, я такой настоящий, верующий, истинный. А другой грешник, мытарь. Ну, знаете, что такое мытарь, это налоговая инспекция. Но дело не в том, что они налоговики, а в том, что имели возможность работать не только на Римскую империю, на Государственную империю, но и на свой карман, не забывать. Вот их грех в чем был. И он осознал, он стоял, каялся, бил себя в грудь и говорил, Господи, милость, буди мне грешно. Даже не боялся Бога, браток. Помилуй меня, пожалуйста. И что нам Господь говорит? Что мытарь вышел оправданный больше, чем парисей, который, вот я такой, я пощусь, я молюсь, я все соблюдаю, я все делаю, у меня все правильно. Да, паститься хорошо, молиться нужно, все нужно. И десятину прощать тоже нужно. Все нужно. Но одно дело, а для чего? На ту же десятину прощать. Да за мои грехи. А когда я принес, вот я какой, о, молодец я. Да это покаяние у моих греха. Потому что у меня они постоянно есть. Так нет, вот я молодец, я принес в десятину. Я помолюсь, я молодец. Надо помолиться, молодец. Придем, молодец, молодец. А это что, это гордыня? Это гордыня. И этот грех, он у нас тоже присутствует с вами. Присутствует. Многие из нас приходят на исповедь. Так. Вот, батюшка, я там семь канонов прочла, это прочла, это прочла. Ну, хорошо, что прочла, хорошо. А зачем вы говорите, что прошла? Первое. Второе. Каноны нам, или предпочтающих, для чего предлагаются? Для осознания своей греховности. А мы чего? На горах выдаем. Чем больше, тем лучше. Так, и опять, как читаем? Не качество, а количество. А потом, не, я все вычитал, все у меня там, формально у меня все, все, все. А пока неправда нету. И многие впадают в это заблуждение. Многие, получается, законники и законницы. И она, вот так вот, почитает, все вычитает. Все, 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 все. Правда, не молился особо. Но зато от и до все четко. И наиск, вместо того, что прости меня в самолюбии, в гордыне, в упрямстве, в своеволии, в своенравии, в самомнении, в самонадеянности, в самоправдании. Себя жалко такую бедную, хорошую. Так, лень, злость, зависть, осуждение, пустословие, самолюбие, торопливость, настырность, ну и так далее. Нет, я то, 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 то. А еще у меня снаха такая-секая, вот такая. А вот дети, а вот внуки. И вот, что получается? Ну и что Богу? Прислиплоть покаяния? Или, Господи, какой я хороший и какой я несчастный. Вот я все выполняю, но у меня там проблемы и в семье, и на работе, и везде. Так вот, проблемы у всех были, есть и будут. И смысл нашей жизни понимать, что все мои проблемы, неважно, семейные, работали там, где-то еще, это плоды моих грехов, и в первую очередь гордыни, самолюбию, прямо стропливости, самомнение, умности моей, что я везде там что-то думаю, что вот я прав, надо сказать, надо посоветовать и так далее. Или наоборот, я работаю, делаю, что я работаю, что-то что-то делаю при этом. А начальство советуют, как надо работать правильно. И нами управлять заодно. То есть, не будет тут покаяния. Пока никогда, вот я грешен в том, в том, в том, в том, в том. Причем искренне, с раскаянием. Да, когда легко говорить, каяться тоже трудно, потому что чем больше грехов, тем труднее раскаяться. Да, когда у нас есть очень тяжелые грехи, да, они мучают сильно, мы в них каемемся, когда очень тяжелые. А когда много таких, да, у них и апокалипсиски тяжелые. Поэтому, вот до этого нам канон предлагается. Не к тому, чтобы я на Испании похвалился, а к тому, чтобы я увидел свои грехи. А пользуются очень часто, опять, во время Испании. Я говорю, потому что пост перенесла, пока я не буду. Пользуйся, почему? Потому что есть батюшка, который ты читала, ага, прочел, прочел, молодец, допускай к причастию. Не читал, все, не допускай. Да, есть такие законники. У нас такого не наблюдается в нашем приходе. Но я не про то. Некоторые, вот я читала, 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 взял, сделал, три дня, постилась, все. Допускай к причастию. Ну, ты хоть покайся при этом, хоть немножко. Вот главное-то, что каноны и последок к причастию, это не пропуск, это не билет к причастию. И это только предложение осознать свои грехи. Это предложение увидеть свои грехи, чтобы в них раскаяться. А мы, говорим, билет, индульгенцию получили, вот с билетом пришли, все. Вот у меня билет есть, причастия давай. К Богу надо подходить с покаянием. И что Господь говорит? Жертва Богу. Сердце сокрушенное. То есть самое главное, жертва Бога, это наше покаяние. Не десятина там, а покаяние. А десятина и все это, это то, чтобы осознавали свою греховность. Или так, нам, допустим, в Бетхом Завете посмотрим, каких-то только ограничений нет во всем. Там, к женщине прикоснулся, говорю, «Все, ты осквернился». Так, свинину есть нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть ограничение в море. Почему? Да не потому, что это плохо. А для того, чтобы они по ним, и апостол Павел говорит, который про себя говорит, «Я есть еврей от евреев, по убеждению парисей». И я вам говорю, что это вам Бог дал по вашей жестоковыенности, то есть по вашей гордыне и упрямству вам это Бог дал. Массу ограничений. Для того, чтобы они понимали свою гордыню и раскаивались в ней. И когда пришло христианство, что говорит Господь апостолу Петру? Что Бог очистил, человек того не оскверняет. Почему? Потому что люди раскаялись, имеют возможность приобщаться телу и крови Христу, то есть соединяться с Богом. Причастие. А мы своим формальным подходом к причастию отходим от Бога и влезаем вот в эти вот опять времена неудовоносимые. Это может, нельзя, это надо, это не нужно. От Бога требуется покаяние и любовь к ближним, и любовь к Богу, естественно. И еще. Поэтому говорят, что тот, который каялся, вышел оправданным больше, чем тот, который вот перечислял свой добрый дел. То есть это говорит о том, что Бог принял и его жертву, и десятину принял, там и там посты принял, все принял. Но главное покаяние. Поэтому мытарь был, хоть более грешный, там намного более грешный, но он покаялся глубоко, искренне, и Бог просил гораздо больше, чем этого парисея. Ну и еще. Да, и сказано в этом же Евангелии, потому что всякий превозносящийся, его жизнь смирит. А всякий смиренный, его Бог превознесет. Это надо помнить. А у нас сейчас какой грех самый главный? Глярдыня, троптевость, упрямство. Я лучше знаю, я умный, я умный. Нет, ты не прав, а я прав. А он вообще не прав, а я прав. То есть гордыня, то есть превозносимся. А еще наука, а еще психология есть, кстати, забыл про нее. Есть такая зараза, бесовская, психология. И сейчас помешаны все на ней, хотят психологами, все девушки хотят психологами быть, почти, 90%. А что это такое психология? А это попытка повелевать, это попытка вторгаться в сознание, а кто вторгает в сознание? Дьявол. Бог, Творец, всемогущий, в наше сознание не вторгается. Он нас создал, дал свободную волю, выбирайте. Что там у сьего сказал? Выбирайте. Вот, заповедь, нарушите, загрешите, не нарушите, выбирайте. И по жизни, выбирайте. Я вам дал, церковь, я вам дал, священное писание, я вам дал, таинство, вход в царство небесное, священство дал, все дал, выбирайте, но не толкает, не подталкивает, и к себе не тянет, но дал, берите. А дьявол что? А он вторгается в наше сознание. Я много раз говорил, еще раз, что как вторгается, мысли пихают в голову, все мысли к нам приходят, если приходят, значит приходят, откуда то? Откуда? естественно, отъяв, потому что от Бога не приходят, Бог свободный, и на силу сознания не будет. А дьявол на силу сознания, мне он скрывает, подняк каждый пойдет, я же говорил, что раз повторяться не буду. И, опять, ложь, он хорошо понимает, если он будет пихать только плохое, мы увидим, что не такой я плохой, как мне кажется. Поэтому пихать плохое, и немножко хорошее, в качестве приманки, чтобы мы эту приманку сцепляли. Так вот, а что такое психология? Это значит, внедрение в сознание, чисто сатанинское, действие чисто бесовское. Далее, попытка управлять, ну, естественно, дьявол не говорит, что вот вы психологи, там должны быть хозяев выжить. Нет, мы лечим, мы помогаем людям. И дьявол думает, что он помогает нам. Он еще Еве сказал, тоже помог, помочь не хотел, ну, Бог же он, взял и ограничил. А вы попробуйте, встаньте как боги, вот я вам помогу встать как боги. И мы стали, как бесы, потому что он себя богом считает. Далее, опять, опять, это власть, попытка иметь власть, сказать, над думами человеческими, над мыслями, над эмоциями. Так, а Бог нам дал священство, таинство, Дух Святой сошел, на апостолов, на епископов, на священников сходит. И священник, он не потому священник, что вот он такой умный, конечно, желательно, чтобы он умный, так, а потому, что Дух Святой сошел на него, и он от Бога получил власть, прощать грехи, во-первых, хлеб, вино, тело и кровь присуществлять, таинство соборницы, в котором дается здоровье духовное, здоровье душевное, здоровье физическое, здоровье нервное, здоровье вот это, и много чего еще. Это сила Божья, это Дух Святой, таинство. А что ко психологе? А попытка сделать то же самое, но без Бога. А без Бога кто? А это дьявол. И опять же, а не души, властители дух, властители эмоций, властители всего. То есть гордыня. Гордыня, еще раз гордыня. То есть, если так взять, сказать, что ко психологе? Альтернативное священство без Духа Святого. Значит, уже хула, но с того Духа, и уже уподобление себя нечистой силе. И действие нечистой силы, вторжение в джижое сознание. Бог не вторгается, а психолога вторгается вместе с бесом. А многие хотят быть, а многие ходят к ним, приобщаются. То есть, опять гордыня. Гордыня, которая, если здесь, не смирит на том свете. Ох, как смирить, но будет поздно. Это будет вечно, и уже оттуда не вылезти. Да вот, мы начали с, мы тарея, парисея, видим нынешние наши грехи, в которые мы вляпались. Ну, еще у нас, я уж не буду говорить, в кармане грех лежит, большого, у каждого. Не у каждого. А у некоторых в сумочках лежат. Ну, лежат. Поняли, о чем речь. Тоже грех, и тоже гордыня. Даже так. А зачем мне учиться, когда вот я мне вынул мозг, поглядел, я все ответил на все вопросы. Тоже гордыня своего рода. Ну, и так далее, и так далее. Дальше. Второе Евангелие, мы слышали. Кратненько. Бог говорит. Это сказано и о мучениках, которых пострадают за Христа, потому что мы сегодня новым мученикам российских, чтим память. Это сказано и о последних временах, потому что сатана против Бога воюет, и Господь сказал, меня слушали, вас будут слушать, меня гадали, вас будут гнать, и все две тысячи слищие лет дьявол, бесы воюют против Бога. Волнами. И начинается несчастье, у нас вера поднимается. Ага, мы побеждаем нечистую силу. Но рано или поздно он добьется своего, что мы ему все подчинимся, покоримся. Что и происходит. Не просто он так нам смартфоны подсунул, мы там волю теряем. Информацию берем оттуда. Не оттуда, а оттуда. Из виртуального мира. Что такое виртуальность? Это ничто, это тень. Свет реальный, тень виртуальная. Бог реальный, сатана виртуальный. Поэтому любой контакт с технической виртуальностью, это есть и контакт с дьяволом. И придет к тому же, да, а наши дети, а наши внуки, они же не могут без него. Попробуй, зайдет такой, клопа, смартфон. Там такая истерика будет. И что? И получается, что они за него и Бога, и душу, и все продадут. Подрастут немножко. И наши с вами подачи. И вот все, папы, мамы, бабушки, дедушки, многие покупали. Когда говоришь, начинаешь стыдить, начинаешь позорить. Что он слышит? Но как же, у всех есть, а у моего нету. Опять гордыня. Вот у них есть смартфон, а у моего сына нету смартфона. Я что, хуже других, что ли? Это получается, все приняли цианистый калий, а вот мой балбис не принял цианистый калий. Я что, хуже других? Давай его тоже отравлю. Зато как все. Я крутой. Или вы там все цианистый калий, а я что-нибудь покрепче дам. О, я круче буду. У меня айфон такой, другой серии. Точно так же мы с душем поступаем. Это что, гордыня опять же. Так я начал с того, что сказано в втором Евангелии, что будут войны. Это, в общем, надлежит быть. И это ведет к концу. Это видно. И болезни, и войны, и все остальное. Мы это видим. Но войны были. Дело в другом. Что тогда люди воевали за идею. Сейчас, да, слава богу, некоторые за идею воевали. Но у многих уже другие идеи. У многих идеи там пожить по комфорту, избежать, уклониться. Такие идеи тоже есть. А наши дети подрастут. А да, они изъяву воевать не захотят. Потому что комфорт вот здесь, в этом перуке. Здесь. И таким образом мы сами своими руками приближим пришествие антихриста. А этого делать не должны. Поэтому еще не поздно. И поэтому каждый из нас на своей стезе, в своей семье должен с этой заразой бороться. Только не словами, не языком. А вот примером неназидания. От нашего назидания устали все. Потому что мы учим от своей гордыни. Вот я тебе говорю, я же умный, я же лучше знаю. А ты должен слушаться меня. Я, правда, мужа никогда не слушалась. А ты, дочка, меня должна слушаться. Где же она будет слушаться? Никогда в жизни. Так? А мы требуем. Мне же авторитет. Я же мать. Или отец. Особенно мать. А еще хлеще, если я бабушка. Ой, вообще звала. Бабушка должна все слушаться. Правда, она никогда никого не слушалась. Ни дедушку, никого. Ни папу, ни маму, ни мужу. Ну, никого. Она же умная. А меня слушать не слушает. Потому что я бабушка. И никто ее слушать не будет. Поэтому, если хотим как-то еще с Антихристом бороться, надо бороться с ним в себе, своей гордыней, упрямством, строптивостью, настырностью, веру свою получать. Потому что вера достигается. Не ждать, когда оно в небо упадет, оно не упадет. А заставлением себя и борьбой со своим характером. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok